Продолжаем сегодняшний день, 4 ноября, начиная мастер-классы Сослужной артистной России, доцента Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, художественного руководителя школы фазического пения Ларисы Рудаковой, Лариса Борисовна Рудаковича. Я очень рада, что в столь сложный период все-таки Ирина Алексеевна нашла возможность устроить мастер-классы, потому что, конечно, они нам жизненно необходимы. Коллеги должны общаться с коллегами, учиться чему-то новому друг у друга, а наши артисты должны познавать новые высоты и достигать их успехов. Поэтому будем стремиться к обогащению взаимного музыки. Спасибо. За роялем Александра Ларионов, концертмейстер Санкт-Петербургского государственного университета в Петербурге, факультет искусств Валерия Писаловича Гергева, концертмейстер музыкальной школы ТУТТИ и наш, можно сказать, все-таки постоянный участник мастер-классов. Он нас выручает и помогает нам. У рояля, за роялем Александра Ларионов, а у рояля молодой исполнитель Тихон Ивашков. Ивашков, извините. Тихон Ивашков, наш, по-моему, наш дипломат. Дипломат Восьмого международного конкурса юных вокалистов Елена Атарцовой. Спасибо. Ну что, будем знакомиться и будем начинать работу. С чего вы начнете? С чего? Хорошо. Я буду в землю дым и берега, Царицей и мирской покой. За джором свечу свеча болела, Тихон, как в поясе лишний слой. Светло, как твое малынь ясный, Ярко, как в этот жгучий звук, Чисто, как наш союз прекрасный, 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 ПЕСНЯ 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 Замечательный матч, класс, замечательный голос, очень музыкальный ребенок. И что мне, как педагогу, очень приятно, наконец-то я слышу ученика с точно выученной нотой. Спасибо вам за это отдельное. Почему? Потому что иногда приезжают с каких-то данных городов, бывает такое, что приезжают дети, и выучены ноты АВК. У вас все точно. Очень музыкальный, очень хороший ребенок, замечательный, перспективный. Единственное только, что когда вы начинаете, и первый куплет, и второй, я специально обратила внимание, на таком подснятом дыхании. Все-таки дыхание немножко покрепче надо, и артикуляция должна быть более четкой. Слова нам говорят. Давайте попробуем. Да? Ну, прям первый куплет. Плечики опускаем. Плечики опускаем. Плечики опускаем. Плечики опускаем. Плечики опускаем. Тихо. Получается, зажег свечок, свечок. Почему заменяете гласные? Если У, значит это должно быть У. Если О, значит О. Если А, значит А. У нас, например, в консерваторию не берут без чистой А, чистой О. Это вам на заметочку. Потому что приблизительно в одной форме все это замазывать не нужно. Вы можете это говорить, у вас все это получается. Обратите на это внимание. Давайте вот вторую фразочку. Зажег свечок, свеча горела, горела, тихо, как мой сердечный слон. Почему в конце нет ни одной согласной? Я уже зовался второй раз. Договариваю буквы. Стон. Надо все-таки сказать. У нас в консерватории есть такой профессор Анатолий Александрович Лошак. Мы все его обожаем. Потому что когда студент выходит на сцену и не договаривает слова, то всегда из зала достается. И студенты сразу понимают. Ага. А с артикуляцией беда. Потому что здесь маленький зал. А представляете, если вы выйдете, например, в зал у 3000, для того, чтобы там была одна, согласно вы на сцене, должно сказать 8. То есть артикуляция должна быть у артиста, утрированной такой немножечко, нарочитой. И обратите внимание, вот вы сейчас сказали согласны, мы сразу попали во все роты интенсионно чисто, идеально. А когда вы пропевали, я специально прослушала оба куплета, я не стала вас останавливать. Потому что мне было интересно. Это просто отволнение, потому что все-таки первым начинать иногда сложно бывает. Правда? Нет, наоборот, это не очень. Ну вы как-то хлеба получать. Я тоже любила по этому всегда идти к зону стараться. Конечно. Вот. И в первом куплете, во втором, когда вы отпели от начала до конца, было не чисто. А как только вы стали говорить слова, почему? Потому что все согласные строятся на верхних зубах. То есть в высокой позиции. И априори, если вы хорошо говорите текст, у вас интонация будет всегда чистая. Да? А дальше вам уже, в зависимости от индивидуальных данных, педагог уже подсказывает какие-то нюансы по постановке голоса. Но артикуляция должна быть всегда четкой, всегда нятной, очень активно надо говорить текст. И с музыкальностью, с выразительностью у вас все в порядке. Вы большой молодец. Большой молодец. Так, давайте следующее произведение посмотрим. Вот обратите внимание на артикуляцию, да? Что вы еще хотите спеть? Я хотела сейчас спеть форей, но здесь мне нужно будет дальше, потому что там. Какая? Ну, там, когда начинается, ну, скучно стало, то у меня там, как будто вот третья группа, то у меня там его отвергается. Ну, точно на меня похож. Я когда приходила в класс к Ирине Ивановне, Масленниковой, и говорила, Ирина Ивановна, что ты сегодня поешь? Я говорю, ну, такое-то произведение. Она говорит, ну, какие проблемы. Я говорю, вы знаете, у меня вот в этом месте там такая вот кнопка, мне что-то там мне не нравится. А здесь вот такой пассаж, мне не очень нравится. Она говорит, не морочь мне голову, вставай, корояр. Давайте будем петь. Ой, хорошая. Ой, хорошая. Слетит залез мой рэпкой, рукавшись о вручье. Слетит залез мой рэпкой, рукавшись о вручье. Давайте на этом остановимся. Давайте будем работать дальше. Смотрите. Во-первых, вам надо осанку выровнять, потому что от макушки до копчика должна быть идеально прямая линия. Вы шейку выводите, у вас злок сразу режется. Да? Я понимаю, что вы стараетесь выразительно петь, но выразительно не ущерб голосу. Да? Поэтому давайте попробуем шейку держать ровно. И еще раз. И надо слышать сразу верхнюю нотку. Вы немножко начинаете всегда с низкой тезитуры петь. То есть звук формируется низко. Надо слышать самую верхнюю нотку, а не всегда выше головы. И сразу как бы за тактом верхнюю ноту. Давайте попробуем. Очень так ярко грелим. Еще раз. Дайте, пожалуйста, минуточку ему. Да, вот эту нотку. И все эти нотки предыдущие, да? Перед этим вы должны построить в этой же позиции. Поехали. Очень так ярко грелим. Это подъемно, солнышко мое. И сейчас и тембр был чистый, и голос чистый, и звуки все были в одной позиции. Давайте попробуем закрепить успех. Ми, не пугайте, надо послушать. Ну, очень так ярко грелим. Шейка, что? Ярко, сверху. Шейка ровная. Очень так ярко грелим. Не вода и сто древат. Причотницы фаредим Вечер. Причотницы. Чуть, чуть, чуть. Причотницы фаредим Вечер за лод, стрелат. Я сел на берегу. Экономим силу, да, потому что дальше вы как поверили. Экономим силу. Я не сказала, если правильно. Я сел на берег тепли и в сладком кровоте. А теперь еще раз давайте. Я сел на... Зачем вы садитесь на этот несчастный... Какая-то муточка? Си, да? Я сел. И, ну, голос тоже сел. И мышцы сформировались в низкой позиции, да? Дайте там, что у нас там, фа, да? Дайте, пожалуйста, фа. Вы уже должны сажать фа. Вы уже должны приготовить местечко для этой нотки. Да, чтобы крепко стоять на земле. Прямо упираться надо, да? Крепко стоять. Ну, не нужно практически делать всякий способ. Теперь, давайте. Я сел на берег тепли. Я сел на берег тепли. Молодец, это лучший позиционно. Правильно. Я сел на берег тепли. Смотрите, сдвоенная нотка. Бе, г, г. И воздух весь выше. Воздух не выпускайте. Бее. Тело-то должно держать, да, воздух, чтобы не уходило пространство пустую. Давайте провалим эти метки. Чтобы все было на дыхании. Не мет, а мет. Редушевая нотка и лайк позиционно низковато. А теперь еще ножку импереться. Нет, не мет, а мет. Удар давим. З-з-з. Нет, не ты, мне нужно з-з. Да-да-да, в картину. З-з-з. Теперь давайте всю фразочку. Фа дайте, пожалуйста. З-з. 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 Тихо. Обратите, пожалуйста, внимание. Педагог ваш здесь. Да? Обратите внимание. Бе-е-е. Почему? Бе-е-е-е. Тон должен быть чистый. Тембр должен звучать. Нельзя, чтобы там была густота. Тогда не слышно тона. Один сип идет. Обратите внимание. Он не должен уходить безстокольно. Да? По ощущениям это должно быть. Вот представьте, что вы не выдыхаете, а вы поете и еще набираете. Вот представьте. Давайте. Фа. Быстрее. Фа. А, чтоб еще быстрее воздух уходить. Хитреец. Вот хитреец. Я сел на березенки и в слотках забытье. Забытье. Попробуй на верхней нотке взять и голову бросить. Забытье. Не так держите его, шея зажатая. Просто бросить забытье. Забытье. Нет, это вы прицеливайтесь, а надо просто... Привет! Нет, это вы все шею вытягиваете. Шея к намесе. Просто да, да, проходите, я вас вижу. Просто я пою, поэтому ответить вам не могу. Нет, шею не надо, шею к намесе. Забытье. Забытье. Давайте еще раз фразочку. И как можно что-то... Я сел на березенки. Я сел на березенки и в слотках забытье. Вот, «рючье». Упавшиеся в ручье. Упавшиеся в ручье, не нам садится! Упавшиеся в ручье. Упавшиеся в ручье. Я сел на березенки. Забытье. Забытье. А надо, чтобы это было на декаде, чтобы был чистый темп. Тихо, подойдите, пожалуйста. Вот смотрите, вы поете. А попробуйте по-навороту. Сверху вниз, не снизу верю, а сверху вниз. Давайте испоите нам это все. Сверху вниз, не снизу верю. Это понятно, солнышко. Потому что вот эти нотки мелкие, они забалтываются, это входит в большую-большую плохую привычку. Понимаете? А потом человек приходит, это понятно, что с возрастом, требования и программа усложняются, а привычка остается. И потом приходят перед поступлением, а там заболтана полпроизведения. Почему? А когда начинаешь копать в корнях, вот начинается вот с этих маленьких пассажей. Буквально четыре нотки. Вот сейчас мы все сделаем. Для этого даже много времени не надо. Обращайтесь сразу. Вокалист должен быть дисциплинирован и приучен к этому с раннего детства. Понимаете? И у вас абсолютно все есть. Вы, хоть и, так сказать, еще вам 12 лет, но вы уже большой артист. Очень выразительный, очень музыкальный, очень артистичный, красивый. Артист должен быть красивым. Это очень важно. Так что, если вот еще немножечко локальной дисциплины вот этой добавить, потому что нотки выучены, замечательно у вас. Вы очень хорошо, видимо, я не знаю, какое образование музыкальное у вас. Есть какое музыкальное образование? В школе музыкальное. В школе музыкальное. Есть заложен очень и очень хороший. То есть хорошая перспектива. А что дальше вы с этой перспективой сделаете, зависит только от вас. Понимаете меня, да? Потому что то, что вы получаете на конкурсах премии, это всего лишь аванс. Но будут, так сказать, с возрастом требования возрастать. И, конечно, если вы не будете в ногу идти с этим премием и выполнять все условия, то, конечно, можно и... Можно вопросик? Да, конечно. Как вы относитесь вот к мутации? Расскажите момент, потому что он у нас близок уже. Что нам делать во время мутации? Вот я вам расскажу просто на примере моего... Ну, может быть, кто-то из педагогов на конкурс когда-то я привозила. У меня в школе есть мальчик, ему 14 лет. Топтунов Марк. И вот у него тоже так вот голос... Это чувствуется сейчас. Вот видите, он же не случайно гортами пытается подтянуться. Потому что, да, мутация близка ему уже, так сказать, там... Уже какие-то задатки формирования КДК и так далее. И поэтому мальчики начинают задираться. Это педагог видит сразу. Это определяется визуально легко, очень и по ребенку. Вот. И как раз случился вот этот вот вирус. На пандемию все закрыли. Мы, естественно, подчиняясь общегосударственным требованиям, закрыли нашу школу. Я его отправила на, так сказать, на молчание. Сказала, полгода ты молчишь. Мы с тобой через полгода встречаемся и проверяем, так сказать, куда наш голос пришел. И вот он пришел ко мне в начале сентября. Уже говорит. Немножко другим голосом. Слава богу, у него не было такой уломки. Потому что все-таки более эластичный аппарат за счет вокала и занятий. И мы стали с ним петь буквально какие-то 2-3 упражнения. И все. И голос прошел. И прошел сразу по ряду. А поскольку он такой же, как наш молодой артист, такой же артистичный, жаждущий выступление. Слава богу, Лариса Борисовна, я говорю, подожди, сейчас мы немножко с тобой в новом типе голоса позанимаемся, обживемся, попривыкнем. А мы уже поедем. Но все же не прекращает заняться. Но это все индивидуально, понимаете? Потому что есть какой-то такой этап. Есть с кем мы занимаемся все-таки так, мягко, конечно, убирая от картани все нагрузку. А бывают этапы, когда надо просто замолчать. Ненадолго. Кому-то бывает полгода достаточно. Кому-то год надо молчать. Если разговорная речь ломается, например, голос качал, то детский, то... Мужской. Мужской. То в этом случае надо, конечно, замолкать однозначно. Однозначно просто. А если он говорит ровно, но поет то одним, то другим, здесь можно аккуратно заниматься. А у девочек, у девочек, у девочек, у нас лет 7, полный, эмильон, эмильон, эмильон. Обратите внимание на постановку дыхания. Эта проблема может быть связана с дыханием. Вот. Так что у нас там со временем, господи. Еще произведение можете изменить. Гармошку с пол. Вы так особо-то не по-минкански. Мы все в курсе в процессе. Убери. Убери эту штуку вообще уберись. Да, по исполнителю. Дороже часов занятия. Ну вот, я считаю, мы очень даже хорошо, как сказать, что-то понятно тебе, Тихон. Да, из того, что мы с тобой прошли. Прямо дорог мне этот мальчик. Замечательный ребенок. Это, наверное, вы чувствуете любовь. Он чем-то похож, я все время, почему у меня все время прокручивается. Это тот ребенок, и тот не Марк. А вот я только что про него рассказывала. А, говори. Марк, а тот, а тот. А, говори, я теперь паритон. Потому что мы с ним ездили в Лондон на конкурсе, вы с вами сидели в жюри, и он участвовал в конкурсе памяти образцового и по Ростовскому. Это был уникальный, конечно, день и концерт, и конкурс. Очень вы похожи. Как-то вот, не знаю, какой-то стиль. Вот и у меня тоже сразу аналогия прошла. Так, дальше у нас кто там? Сейчас. Гармошку сейчас. Сейчас послушаем мальчика, если даже. Да, страшно. Приволнуйтесь, я так контролю тоже все. Следите за мной, это я натуровне горючейся. Немятик, прожив, страна в наших вешней, Рано так начали слезь, Рано веселые звездочки пешней, Чтоб на себя поглядеть. Я с ним, кармашка, у меня Солома химит рам. Своя девушка в авточке белой, Где ты, рабочая моя? Птицы, тебя всюду песней встречаю, Люд в ветерах окна. Ночью дорогу, ты, милосвещатель, Выта навстречу вам. Я с ним, кармашка, у меня Солома химит рам. Своя девушка в авточке белой, Где ты, рабочая моя? Где бы я ни был, ты вспомнил о троге, Жны, покрыл, и мы не ждем. Ведь один не всегда на имя троге, Лучшую песню пою. И я с ним, кармашка, у меня Солома химит рам. Солома химит рам. Солома химит рам. Солома химит рам. Ну так, я сижу на первом ряду, И ни одного слова понятно. Я не понимаю ни одного слова. Не понимаю. Красиво, очень красиво всё пою. Очень увезло, задушевно, мало улыбаетесь. Все-таки девушки выбирают парней улыбчивых, веселых. Это уже потом они, так сказать, для жизни выбирают основателей. Но все-таки, если вы приглашаете на свидание девушку, все-таки надо униматься получше. И, конечно, слова. Все те же самые ошибки. Шельку выпрямить обязательно надо, тихо. Я на вас надеюсь. Давайте вот повторим, что вы должны делать. Вот что вы должны делать. Я должен не утянуть шею, не дуться. Молодец. Плечики не почивая. И это самая главная позиция. Не заживаться в плече, а раскрываться. А шейка ровная. Я обращаю внимание на мелкие нотки, когда попиваешь. Потому что, понимаете, когда шейка, это сразу какой-то такой умаляющий взгляд на публику. Нет. Не умаляющий. Вы артист. Вы дарите счастье людям. Должна быть совершенно другая установка в голове вашей. Да? Ведь зачем люди ходят на концерты и в театр за тем счастьем, которого им не хватает в обычной жизни? И вы должны это счастье подарить людям. Да? Не улыбайтесь. У вас очаровательная улыбка. И хорошо говорить текст. Да? Потому что высокая позиция у него держится. Но если добавить текст, будет и звучище, и ярче. И дыхание, да, солнышко мое? Договорились? Да. Ну, в следующую встречу, я надеюсь, вы в нас так порадуете, что мы все удивимся. Спасибо. Дурынка Дарья. Замечательно. Тише, да? Здравствуйте. 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 Что вы находитесь?